здравствуйте мои дорогие друзья мои прекрасные зрители я на даче полдень я сижу за своим столиком и пью кофе с мороженым жарко 26 градусов и наслаждаясь прекрасным видом отсюда вкуснотища недавно почистили окошко но вот она уже все взросло ну а теперь я иду в гости к нашей соседке она меня пригласила любоваться ее садом июньским жара уже немножко спала и она находится на этой же улице поэтому идти в общем-то недалеко и я иду по нашей лесной улице она так и называется лесная и вы видите что она вся утопает в люпинах причем люпины очень красивые крупные из самых всевозможных расцветок ну вообще как вот на выставке в челси и поэтому в июне у всех нас живущих в товариществе стоят в вазах или люпины или пионы и даже по берегам небольшого прудика растут самые разнообразные люпины вы обратили внимание что в этой части улице некошенная трава потому что стоят рядом дома пустые в которых вот сейчас никто не живет но естественно жители и не косят не ухаживают за дорогой еще перед тем как подойти мы уже скоро подойдем к моей соседке я хочу сказать что у нас у всех по четыре сотки это конечно очень мало но кто как вот распределяет за садом ухаживает она вместе с мужем и они очень четко распределили свои обязанности за огородом грядками ухаживает муж за цветами она и так мы уже подождите леночка я хочу посмотреть ваш сад какой он я знаю конечно что вы со станом уже сказала зрителям что основная часть это стана вашего мужа а все-таки цветы и все-таки все хотелось бы посмотреть какая приятная дорожка как она здорово ведет и у вас там огромная ель впереди с березой вот я хочу сказать как сложно наши участки делать потому что мало того что четыре сотки у нас еще и лесная зона очень плохая почва глина и еще вот смотрите такие деревья да ну вот как под сосной под березы береза же выкачивает все корнями все забирает всю воду и ель то есть это конечно сложности вот у вас такой замечательный сад но так сложно было его создавать я это представляю вот ирисы это помка сайте когда он только появляется ну это у вас перед входом очень хороший такой микс бордер но он в основном хотя вот аквилегия уже отцветает ирисы зацвели пионы аквилегия хочу вы каждый год сажается но это летники наверно каждый я тоже нет я фасоль очень люблю накупить невозможно было нет фасоль плодоносит а что это у вас такие невысокие деревья специально яблоньки такие невысокие да полукарлик а не помните название а так болтовская а болотова и такие яблоки были в том году да и большие а в этом году все по белую тут снег и град ну и смородина у вас такая хорошенькая ухоженная черная я тоже сажала у юли покупала хорошие сорта вот уж третий год не хочет никакой как вы хорошо травкой да там да решил накрыть ну правильно чтобы это ой у вас уже кружевник хоть и зеленый но все равно уже кружевник да замечательно вот участок четыре сотки охватает для всего места да а что у вас в этих теплицах везде и в то и в то и до огурчики нет конечно так лучше так меньше возни да и им притянение но хотя бы вы же кладете растение там в общем то да что-то первый раз у меня лебесток в этом году не вырос 15 лет рос да ну что-то о 15 лет я говорю рос но в этом году решил не расти нет слушать у вас прям по чуть-чуть по чуть-чуть но все есть а при стульном круге вы что посадили слушайте тоже здорово так вы своими семенами да а как вы с этими сайты видите там никого нету что-то Аркадий да не приехал еще в этом году не знаю не боитесь сорняков а что теперь сделаешь а вы даже кабачки решили тут росичеком ну что же это классно все что надо чесночок ну да самое основное салатик это петрушка или что пинза сельдерей мучок а так вы еще не все клубнику посадили ну это вот какие то остались жалко делал делал и все а что с ним не знаете почему он пришел не знаю удобно звонить ага и малина здесь нашла свою ой как хорошо это вот мне сказали смотрите как замечательно ой сколько малин у вас у вас все есть все распределить на четырех сотках и грядки и черноплодку у вас там и цветочком хватает и даже лужайка перед домом а на лужайке то почему нету ничего ну какой-нибудь шезлонка я не знаю у вас только в тени ну понятно ну не всегда же ну какую-нибудь корзину с цветами я не знаю потому что у вас так все хорошо а это у вас лесной уголок а грибы здесь бывают? у нас вообще есть грибы бывают растут как-то ну не именно здесь а так вот вылезают к собакам а какие? подберезовики подберезовики ну вот последний год сыроежки только были ну сыроежки мой кстати самый любимый гриб вот люблю сыроежки люблю это для отдыха замечательный под елкой ой как красиво под елкой в тенечке прохлада да ой а это у вас баня сарай что это? банька? угу ой слушайте замечательный банька ой то есть все и вот вход в дом смотрите как хорошо и аквилегия здесь ой барвинок тоже люблю это уже отцвела да он готов кто-то рыжий какие-то какие-то вот ранние лилини нравится да и у вас елочек столько а вы елочки нарушу посадили да так были уже были уже вон за домом теневая страна и у вас здесь гортензия пионы хоста ну да такой теневой уголок с барвинок а барвинок зацвел кстати у вас уже очень здорово а здесь за домом малина да в больших количествах такая ну хорошо а это у вас яблони или что а и полдоносят да ну конечно и маленькое место вот солнечного сразу кабачки здесь очень красиво мне нравится что у вас вообще у вас нету пустого у вас все обихожено все обихожено ну посмотрите пустых пространств нет все обихожено даже вот здесь вот казалось бы это стол хозяйственный да вы здесь готовите потом флоксы у вас будут у вас дельфиниум я смотрю даже да а здесь опять у вас кусочек лесной это у вас что здесь то гвоздика не пойму нет это какие-то беленькие цветы да и как бы хорошо елочками все обсадили край вот тут было много елочек таких вот мелких пёсных вот мы их так развлекаемся ну да чего я их подстригаю как бордюрчики здесь тоже у нас мало чего растет как бордюрчик да смотрите как здорово бордюрчик действительно и корень да надо на вашем этом сарае что-нибудь какой петуха о чем покрасьте все хорошие не надо хорош сарай покрасьте все ну в общем мне очень нравится тем более еще не все вон сыне только посажено да очень мило очень мило даже сосенка здесь ой и баночки а что это вы баночки сюда выставили это елка нет шишки а что ей полезно да а это что варенье оно не тихо варенье да оно такое вот от простуды от простуды да заливается сироп это в баночке с хвоей и с шишечками настойка это да а на чем она на сахаре просто просто на сахарный сироп от простуды зимой потом в чай лет зимой вот веночка большое спасибо за экскурсию по саду а вот еще хотел спросить это у вас сведена дюрин да желтокая мленая да а вы его формируете да как дерево да кружочком пытаемся из него кружочек сделать ну да может получится может нет ну уже получается он кстати да он это да он вообще кустик да он уже получился в дерево вот и забыла вашу монарду снять у вас уже монарды скоро зацветет да но попозже мы придем когда уже ваши все овощи подрастут спасибо большое за экскурсию и с и с и и и и Продолжение следует...